Всем привет, друзья! Пока за окном еще ноябрь, у меня настало время для оформления разворота на декабрь. Я планировала сделать его только на следующих выходных, но на этой неделе я получила столько новогоднего вдохновения, что просто не могла не сделать этого сейчас. Во-первых, у нас на работе уже начался новогодний сезон, и так или иначе мы потихонечку погружаемся в атмосферу праздника. Во-вторых, я принимаю участие в новогоднем обмене бумажными письмами. Я уже взяла несколько адресов и начала готовить конвертики с сюрпризами на отправку. Конечно же, там много различных новогодних материалов для оформления и творчества. Ну а в-третьих, я на днях была в Ашане, там уже началась новогодняя подготовка, все красивое, яркое, такое классное, и мне тоже захотелось новогоднего оформления. Поэтому сегодня будет разворот на декабрь. Начинаю с самого сложного для меня, это разлиновка дней месяца, то есть сам календарик с днями. Каждый раз мне достаточно сложно это делать, потому что я никак не могу просчитать идеальное количество и соотношение квадратиков с днями, но кажется, в этот раз у меня получилось, и у меня получилось делать даже одинаковые по размеру квадратики, что для меня просто невероятно. Декабрь у нас начинается с четверга, поэтому я стираю первые три клеточки, отвечающие за понедельник, вторник и среду, и начинаю обводить календарик гелевой ручкой. Я забыла стереть один квадратик, декабрь у нас заканчивается в субботу, то есть в воскресенье это уже будет 1 января, а этот квадратик я уже обвела. Ну ничего страшного, я это тоже исправлю с помощью декора. Вот он этот злополучный квадратик! Ну ничего, дружок, тебе мы тоже найдем применение. Наконец-то пришло время, чтобы достать новогоднюю бумагу и выбрать, какую я буду использовать для оформления. Несмотря на то, что декабрь, конечно же, ассоциируется с новым годом, с красным и зеленым цветом, я бы не хотела оформлять этот месяц в каких-то ярких кричащих тонах, поэтому выбираю довольно нежную бумагу. К счастью, новогоднего декора у меня предостаточно. Я очень много закупалась в предыдущих годах, плюс участвовала в других новогодних обменах материалами и бумажными письмами, и мне тоже присылали очень много различных штучек для творчества, поэтому выбор у меня большой. Я его остановила вот на такой нежно-зеленой бумаге. Вырезаю из нее кусочек, чтобы украсить уголок наверху календаря. Еще мне очень понравился вот этот веночек, даже несмотря на то, что он с цветочками, смотрится он тоже довольно по-новогоднему и праздничному, поэтому я его тоже вырежу и куда-нибудь приклею. Перед оформлением у меня в голове уже возникает примерный образ разворота, но это совсем не значит, что я строго следую ему, потому что творческий процесс, это процесс довольно непредсказуемый, я думаю, вы меня поймете. И не всегда то, что ты хочешь видеть в начале, получается в конце, но это делает творчество еще более интересным, потому что обычно получается гораздо лучше, чем ты себе представляешь. Я люблю накладывать различные элементы декора друг на друга, чтобы создать эффект такой многослойности, но я также стараюсь не перебарщивать, чтобы сам разворот и украшение не казалось перегруженными и отвлекали меня, например, от того же планирования. Внимательно проставляю дни месяца, здесь самое главное не ошибиться и не пропустить циферку. Обозначить название месяца я решила с помощью штампов. Если на предыдущем видео в развороте на ноябрь я сделала это от руки с помощью маркера, то здесь я решила воспользоваться штампами. Нашла вот такой наборчик, здесь месяцы, дни, недели, очень удобный, кстати. Обычно все оформляют название месяца очень крупно, ярко, так, чтобы его было видно, но я решила сделать это немножечко поаккуратнее, поскромнее, и мне показалось, что так будет даже симпатичней. Такая маленькая надпись. А сейчас переходим к моему любимому моменту, это украшение разворота с помощью стикеров. У меня есть вот такой наборчик с новогодними стикерами, который остался у меня еще с прошлого года, и сегодня я буду украшать им. Конечно же, на развороте на декабрь мне хотелось бы видеть новогоднюю елочку. Здесь елочка не украшена, поэтому я решаю украсить ее дополнительно шариками, которые также есть в комплекте. Так елочка выглядит уже немножко понарядней, но все так же стильно и минималистично. Наконец-то пришло время украсить этот квадратик, который я случайно обвела. Наклеиваю кусочек бумаги и выбираю стикер. Я немножко не подрасчитала, и стикер оказался на весь квадрат, так что бумагу, которую я наклеила, в принципе, уже не видно. Ну, пусть будет так. Как я уже упоминала, каждый год я участвую в новогодних обменах. Мы с другими творческими людьми обмениваемся материалами, подарочками и другими приятностями, которые можно использовать для себя или для творчества. Этот набор с новогодними скотчами мне тоже прислали в одном из писем по обмену. И, как видите, он классно здесь пригодился. А вот этот комплект с вырезанными звездочками и снежинками просто потрясающий. Я ждала Новый год и начало этого сезона только ради того, чтобы использовать эти классные снежинки. Так что новогодние обмены – это просто потрясающая вещь. Если вы еще не участвовали, я рекомендую вам принять участие. Многие творческие блогеры и даже магазинчики проводят их каждый год. Помимо того, что можно обменяться творческими материалами, можно, конечно же, завести новых друзей. Складываю все декоративные элементы в конвертик, но у меня такое ощущение, что мне они еще пригодятся. Вторую страничку разворота на декабрь я решила оставить под подарки. Если в прошлом месяце у меня на этой страничке были трекеры, то в декабре я решила вынести трекеры на отдельный разворот, а здесь сделать список подарков, то есть написать имена своих друзей и близких и какие подарочки я собираюсь им подарить. Поэтому в самом начале странички у меня будет заголовок. Его я также решаю украсить с помощью декоративной бумаги. Да и скотч-то тоже будет неплохо смотреться. Как и любой список, список подарков очень классная штука и, главное, удобная. Она помогает нам не забыть, что кому нужно приобрести. Особенно это актуально, если человек сам сказал, какой хочет подарок, и вы быстренько записали то, что ему нужно. Хотелось бы добавить на разворот еще какой-нибудь классной или приятной надписи. К счастью, у меня тоже есть бумага с такими надписями, и я думаю ее использовать. Я выбирала между Наши мечты и Волшебное время. Сначала хотела поставить надпись Наши мечты, потому что все-таки подарки это в каком-то смысле то, о чем мы мечтаем. Но потом все-таки остановилась на волшебном времени. Конечно же, украшаем стикерами. Как же без них? И пишу название списка. К счастью, черная ручка отлично читается на фоне этой бумаги. Трекеры будут у меня на другой страничке. Все-таки я не хочу от них отказываться. Привычки особенно полезные. Это здорово и классно. И я бы хотела продолжать их вести. И добавим внизу еще немножко скотча. Нижний правый угол я бы тоже хотела как-нибудь украсить. Мне очень нравится создавать с помощью стикеров ощущение комнатки. Как будто бы вы создаете маленькую комнату у вас на страничке. Для этого я тоже возьму немного скотча и возьму стикер в виде кресла. Хотелось у себя в ежедневнике создать как будто бы такой уютный уголок, где можно вечером отдохнуть, почитать книжку, посмотреть на снег за окном и попить какао. Я так и знала, что вернусь к этим снежинкам, поэтому далеко их не убирала. И, конечно же, украшаю еще и эту страничку тоже снежинками. В последний момент я решаю выделить числа месяца с помощью яркого красного карандаша. Мне кажется, это сделает разворот немножечко поярче и поинтересней. Разворот на декабрь готов! Можно потихонечку переносить в него все дела, которые уже имеются на этот месяц, и начинать планировать. Мне очень нравится, как он получился. Яркий, но в то же время довольно нежный и спокойный. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным, что вдохновило вас на творчество, на создание новых разворотов в ваших ежедневниках. Отличного вам дня и замечательного настроения!